Здравствуйте! Программа «День за днём» на Ивантеевском телевидении. С вами я, Алексей Ермущик. Сегодня в выпуске. Ухаживаем за вверенной частью планеты. На субботник во всём городе вышли 12 тысяч человек. Непобеждённые. День узников концлагерей отметили в Ивантеевке. Искусство спасёт землю. Ежегодная граффити-выставка открылась в библиотеке. Об этом и многом другом прямо сейчас. Более 12 тысяч ивантеевцев в минувшую субботу приняли участие в субботнике. Убирали дворы, места прогулок, территории около предприятий. Центральной площадкой субботника стал Ивантеевский дендросад. Настроение на работу дают творческие коллективы центра имени Кекушева. В дендропарке трудовой десант. Я очень надеюсь, что не только сегодня и не только сейчас, а системно и целенаправленно мы приведём эту территорию в соответствии с её прекрасной историей. Не мешайте сделать планету чище. Я предлагаю вам сегодня весело и задорно, вверенную кусочек этой планеты нам сделать чистым, красивым и удобным. Скоро 1 мая. Это праздник, который мы все ждём. К 1 мая должно быть всё чисто. Апрель – это всегда обновление. В дендросаду всегда хорошая погода. Видимо, у администрации есть какой-то ресурс её всегда подкручивать. На сбор веток, сваленных стволов пришли не только жители города, но и сотрудники Министерства имущественных отношений, Пушкинского БТИ, Рослесозащиты и других служб и общественных организаций. Ивантеевцев немало. Сотрудники администрации, депутаты, общественная палата, представители партийных и общественных организаций. И ребята из нашего клуба «Экос» не отстают от взрослых. В лесопитомнике они частые гости. Около 500 пар перчаток, подготовленных лесопитомником, разошлись на ура. Всего таких два в России у нас в Ивантеевке. За ним его надо любить, ухаживать. Это наша настоящая Ивантеевская, наши ценности Ивантеевской. Её надо любить и ухаживать за ним. И хотелось бы, чтобы именно была чистота, порядок, чтобы отдохнули, убрали за собой. Хорошо, что очень много молодёжи привлекли. И вот это, глядишь, привьётся они своим детям. Сегодня за пару часов собрали в куче около 30% валежника с центральной территории в 4,5 гектара. Как сообщил нам директор лесопитомника Сергей Устинов, и в этом случае от помощи волонтёров не откажутся. Министр имущественных отношений Владислав Коган даёт старт инвентаризации дендропарка. Около деревьев устанавливаются таблички, чтобы самостоятельный турист мог прочитать информацию об уникальных деревьях и гибридах. Будем смотреть, будем помогать. Мы начали заниматься инвентаризацией пород. Будем максимально информировать и заниматься дальше. Рослесозащита проводит исследование генетического материала, чтобы в дальнейшем создать паспорт каждого уникального гибрида, выведенного в Ивантеевском лесопитомнике. Ворота дендропарка открыты, и дендропарк живёт. Я очень рада, что после стольких лет забвения, вот этого мерзости запустения, вдруг снова обратили внимание на проблемы дендропарка. Студенты мытищинского филиала МГТУ имени Баумана в этом году приступают к совместному проекту с лесопитомником. Наше студенческое общество проводит оцифровку деревьев на карту. С помощью специального прибора мы измеряем расстояние до дерева и угол до вершинки. Данные заносятся на планшет, в специальную программу, с помощью которой мы переносим это на компьютер, привязываем к спутниковому снимку. Лесопитомник получит точные систематизированные данные, а студенты – практику. Всего в субботнике по городу приняли участие более 12 тысяч вантеевцев. Собрано и вывезено 925 скубов мусора, листвы и порубочных остатков. Высажено 397 саженцев деревьев. 1 мая в Ивантеевке стартует масштабный ремонт дорог. С подготовительными работами на улице Школьной ознакомился депутат Московской областной думы Сергей Кирселян вместе с ивантеевскими коллегами. Дороги ремонтируют в зависимости от того, как голосовали жители на портале Добродел. В этом году в Ивантеевке обновят пять дорог, одна из которых – улица Школьная. Здесь планируется не только сменить дорожное покрытие, но и расширить тротуар до двух метров. Отремонтируют два участка Посморяково и проезжую часть улицы Толмачёва. Обновят первую и вторую нижнюю улицы. Однако здесь будет произведен ремонт грунтового покрытия. Общая площадь ремонта дорог в Ивантеевке в этом году составит более 18 тысяч квадратных метров. В апреле отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Через лагеря смерти прошли более 20 миллионов человек из 30 стран мира. Ивантеевцы скорбят о тех, кого с нами нет, и чествуют переживших. За чашкой чая вспоминают истории, щемящие сердце. Испытание, которое выпалено на нелегкую долю несовершеннолетних узников концлагерей. Сегодня в Ивантеевке их осталось всего 45. Слова благодарности им, выжившим, выстоявшим, говорят потомки, ивантеевские школьники, педагоги. По поручению главы города Максима Красноцветова, с наступающим Днем Победы поздравляют бывших несовершеннолетних узников заместители главы Дмитрий Чинихин и Мария Пивень, а также председатель городского совета ветеранов Виктор Ленчуков. Школьники подарили собравшимся концерт с танцевальными и песенными номерами, чтением стихов и дневниковых записей узников, а также открытки, изготовленные своими руками. Накануне памятной даты двое ивантеевцев в составе делегации Московской области приняли участие в памятных мероприятиях на Поклонной горе. Масштаб личности на презентации книги-биографии фабриканта Владимира Лыжина для многих персона промышленника стало понятнее и ближе. Над книгой трудился авторский коллектив. Но основная поисковая и литературная работа легла на плечи журналиста-редактора-краеведа Елены Алексеевой. Сегодня она делает акценты на фотографиях Владимира Александровича, некоторых документах, рассказывает о находках в архиве и о личном восприятии своего героя. Его присутствие я почувствовала тогда, когда поехала на Новодевичье кладбище и ставила свечку в простом храме возле самого мебриала. И чувствовалось, что, ну не знаю, может быть, я сочиняю. Но у меня на душе было такое ощущение, что душа, о которой давно не вспоминали, как бы несколько жаждет этого воспоминания. Просто хочет, чтобы ее помянули, вспомнили. Пока работала над поиском информации о лыжине, заинтересовывалась им все больше и больше. Если бы он не помогал малым имущим и не вкладывал в это столько же сил, сколько в развитие фабрики, он абсолютно не делал различий между одним трудом и другим трудом. Работа над биографией Ивантеевского промышленника началась в юбилейный год 80-летия города. Совет предпринимателей решил установить памятник лыжину. По мере изучения фактов поняли масштаб личности Владимира Александровича. Предприниматель Сергей Суворов поддержал идею книги. Мне хотелось узнать все-таки, кто такой Лыжин. Слышала, что фабрикант был там, фабрику поднял, учился, что за человек. Фабрикант и фабрикант, а он был бытовой интересен, оказывается, как человек. Он хотел учиться, добиваться своей цели, развивать Ивантеевку, славить ее. После этой книги ожила для меня Ивантеевка. Если это белые спальни были, просто каменный дом стоял, то теперь он наполнится жизнью после этого. Лыжин двор ожил. Предпринимателей благодарят за то, что поддержали исторический проект, открывая неизвестные пока страницы Ивантеевки. Аудиторию интересуют потомки Лыжина. Недоумевают, почему они никак не проявляют себя. Работа над книгой – кропотливый труд. В течение года раз в неделю поездки в Москву, в архив. Проанализированы десятки книг, подшивки газет. На полутора сотнях страниц более ста иллюстраций. Лыжин для автора с каждым днем открывался по-новому. И, может быть, Елена продолжит работать над биографией потомственного почетного гражданина Владимира Лыжина. Привлечь внимание к проблеме. Третья ежегодная граффити-выставка «Колорама» в Ивантеевке призывает своих гостей к осознанному потреблению и экологическому образу жизни. Открытие выставки в нашей рубрике подробности. Один гость – одна вещь. Чтобы пройти на выставку, нужно отдать старую одежду. Организаторы в дальнейшем разберут коробки и отправят что-то нуждающимся, а что-то на переработку. Очень важной частью этой выставки является то, что она по-настоящему полезная. А это всегда греет душу, когда искусство приносит пользу городу. Экологическая тематика продолжается в оформлении выставки. Пластиковые бутылки получают вторую жизнь в дизайне. Раскрашенная художниками одежда – это уже настоящий арт-объект. Некоторые участники поддержали тему и выставили работы из переработанного сырья. Например, сосуды из перемолотого бетона и кусков старых стен с граффити. Ксюша придумала эко-концепцию всего мероприятия, вдохновившись работами эко-дизайнера Галины Лариной. У меня в работах не использовано ни одного нового сырья. У меня все работает с удурь сырья. То есть наверху – это бумажные пакеты, а внизу – это пластиковые плавленые пакеты. И еще рядом – это калаши старых журналов. То есть все это вместе означает «art safe planet», то есть искусство спасает планету. Можно читать в разной абсолютно последовательности, и это будет треугольник, который значит переработки. Открытие выставки – это множество площадок. На одной организаторы награждают школьников, прослушавших теоретический курс городской школы граффити. На другой художники соревнуются в эскизах на эко-сумках, а зрители могут голосовать за понравившийся рисунок. Прямо в стенах библиотеки всем желающим бьют тату по заготовленным заранее эскизам. А в соседнем зале на больших полотнах проходит батл по рисовке маркерами. Школьники состязаются с уже именитыми граффитчиками. «Мы просто гордимся, что у нас молодежь развитая, способная, творческая. И вот эта выставка – пример этому». «Новый взгляд на окружающую действительность. Это какая-то новая экзистенция, я бы так назвал. Сюр-экзистенция или арт-экзистенция. То есть это видение мира, который мы не замечаем. Новый подход, новый взгляд. Ну это чудесно, это просто шикарно. Наша молодежь умеет видеть то, что мы иногда просто не видим. Классно, когда тебе говорят, что «Вау, супер, ты такую штуку сделал. Мы никогда не были в Авантеевке, и это просто бомба». И ну вот это, да, оно вдохновляет. И на следующий год тоже хочется сделать что-то более масштабное. И вообще с годами хочется расти и стремиться к чему-то большему и больше. За большинством работ – своя история и концепция. Вадим – постоянный участник выставки в Авантеевке. Граффити для него – это не хобби, а любимая работа. Чтобы реализовать свои идеи, постоянно повышает мастерство. Слушает курсы по академическому рисунку, тату и аэрографии. Если рассуждать именно супер банально, то да, в каждом из нас есть животное. А если рассуждать более глубоко, то у каждого из этих животных есть свой характер и свои черты. То есть рыба – это не просто молчаливое существо. Оно довольно блуждающее, оно запутанное в себе иногда. То есть оно постоянно забывается. То есть это более глубоко, чем просто молчаливый человек. Кульминация открытия уже традиционно – роспись машины. Приглашенные граффитчики исполняют эскиз в цветовой гамме заказчика. Всего в выставке приняло участие 30 художников из Москвы и Подмосковья. Полюбоваться работами ивантеевцы смогут до 26 апреля. Из запасников библиотеки. Всего неделю в холле городской библиотеки можно увидеть уникальные работы ивантеевского художника Леонида Чемодурова. На работах художника Ивантеевка 20 века. Леонид Чемодуров родился в нашем городе. Окончил Московское художественное промышленное училище. Занимался оформлением площадей и улиц Ивантеевки. Были у него и авторские проекты оформления интерьеров помещений. Благодаря работам Леонида Александровича мы можем посмотреть, как выглядели некоторые места Ивантеевки еще совсем недавно. Особенно художник любил детский проезд. Я хочу пригласить всех на выставку, которая будет проходить всего неделю. Так получается, потому что эта галерея графических работ хранится в библиотеке уже много лет. И вот сейчас есть такая возможность увидеть это. Помнить нельзя забыть. В отношении Дня Победы вопросов, где поставить запятую, не возникает. Нашу программу, как обычно, по понедельникам продолжает рубрика «Настоящий герой». Ивантеевские школьники о своих дедах и прадедах, участниках Великой Отечественной войны. Мой прадед Саяпин Петр Андреевич в армию был призван в 1939 году в Ленинградскую область красногвардейский РВК. Должность до армии путеец. Когда пошел на войну, звание имел сержант и должность старший бригадир. Имеет множество наград, в том числе награду за оборону Сталинграда, которую получил в 1943 году. Я считаю, что мой прадед настоящий герой. У меня есть два прадеда. Петр Иванович и Григорий Иванович. Они оба помогли принести победу во Второй мировой войне. Григорий Иванович добывал уголь в штахтах. После того, он приехал и начал строить метро в Москве. Петр Иванович был родовым, пошел добровольцем. Он пропал без вести. В 1963 году прадеды шли друг к другу. Я гружусь своими прадедами и считаю, что они герои. Мой прадед Сухин Иван Тимофеевич. Он не служил в армии, так как плохо слышал. Но в годы Великой Очищенной войны, в жизни перегонял скот оккупированных территорий. Скот перегоняли стадами, бомбами немецких самолетов. Скот надо было кормить и поить, охранять. Он с доблестью выполнял поставленную задачу. Мой прадед настоящий герой. И в завершении выпуска о погоде. Весна пришла в Ивантеевку. Во вторник, 23 апреля, синоптики обещают малооблачную погоду. Утром от 6 до 18 градусов выше нуля. Днем потеплеет до 20. К ночи похолодает до 9 градусов. На этом у меня все новости на сегодня. Я, Алексей Ермущик, прощаюсь с вами до завтра. Всего вам доброго.